I have ways of blowing things up. И я прикидываю, сколько у нас еще осталось серий до конца. Я, кстати, не знаю. Насколько я понимаю, у нас осталось еще две цели. Собственно, сам герцог, которого мы пойдем сейчас и шлепнем. Ну, как бы, я думаю, что это не спойлер. Вы понимаете, что мы его шлепнем. Надо будет посмотреть, каким образом. Если будет простой способ или извращенный способ. Потому что если будет извращенный способ именно убить его, ну, я бы, наверное, этим воспользовался. Мне интересно. Так, минуточку. Да, извините. Небольшой тестик такой был на графику. Но все, мне показалось, на секундочку, что что-то сбилось. Но нет, ничего не сбилось. Все хорошо, все нормально. В общем, отчаливаем. Давайте по пути уже разберемся, поговорим. Что ты нам скажешь? Отправляемся во дворец? Именно туда мы и отправляемся. Ладно, в путь. Не просто в путь. Ладно, в путь. Кстати, я не помню, говорил я вам или не говорил. У меня в голове появились некоторые мысли насчет этой маски. В частности, о том, насколько же она бесполезная и палевная. То есть мы используем маску для того, чтобы скрывать свое лицо. Но, блин, это не работает. Потому что все нас узнают, собственно, из-за маски. Джиндаш нас узнал из-за маски. Куча народу нас поузнавала именно из-за нашей маски. Она служит визитной карточкой. По-моему, если бы мы тупо капюшон носили, было бы гораздо круче. У герцога есть двойник. Он якобы должен запутать убийцу. Я их обойку блются. Дворцовая прачка. Говорила как-то, что двойник курит. Может, так вы сумеете его отличить от руки и поговорите с ним? Она говорила, он славный малый. Двойник. Ужедренная работа. Притворяться сраным тираном. Почему? Его заставили, да. У него армия. У него рудники. У него была ваша поддержка. Так что богатеи на его приемах жрут лобстеров и решают судьбу этой земли. Такие вечеринки были и в Дануале. Толпы прихлебателей заискивали перед Эбели на улицах Сирконоса. Мне это было лучше. Не сгущайте краски. Когда я спала в заброшенной лавке в затопленном квартале, только и смотрела на ваши праздничные огни. Я знаю, как вам было тяжело. Теперь я тоже стал никем. Но то, что я увидел здесь, я уже никогда не забуду. В Карнаке я взглянул на жизнь иначе. Титры совершенно не совпадают с озвучкой. Найдите и заберите то, что отдала ему Далила. Когда закончите, я подберу вас на шлюпки. Ах ты, шлюпка. Ну ладно, обойдемся, наверное, без этого. Ладненько. Крутяк. Устраните герцога. Ты все? А, нет, ты тут будешь. Ладно, сиди. Почему-то мне все время кажется, что как-то тиховато, но я потом смотрю на записи и вроде как выглядит нормально. Может мне как-то тиховато. Ладно. Сейчас. Блин. Крысы. Крысятня. Сюда. Я сейчас посмотрю, проверю исканами, всякое такое. Кусок рыбы. Отпускаем рыбу в море. Почти долетела. Ладно. Крысятню отсюда сейчас это. Монеты просто лежали. Тут какая-то рыбина споротая. На самом деле для бедного квартала, для бедных людей, для бедноты очень поразительно много монет валяется. Хоу. Пардоните. Так вот, говорю, что монет поразительные, подозрительные. Очень много валяется просто так. И в домах, и на улице, и везде. Почему вот этот кусок рыбы я не могу подобрать? Только вот этот могу. Метание рыбы. А рыбой можно кого-то убить, если в кого-то метнуть рыбу? Это интересно. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь сразу находится. Есть одна единешенькая руна. Дофига д... А, стоп. А ты у нас... Руны. 181. Значит, там будет переход на локу. Раз там руны. Хорошо. Тут у нас черная мыля. 100 метров, 109 метров, 134 метров, 158. В общем, все относительно далеко. Поэтому пока что не заморачиваемся. Через 100 метров начнем шевелиться. Интересно, что у нас тут за население, и насколько они враждебные. Тут, возможно, будут какие-то или бомжи, или еще что-то. Ммм. Тут рабочие. Рабочие, наверное, если я буду убирать оружие, то они не будут на меня агриться. Пожалуйста, и попробовать. Такая задержка. Бетти боится, что нас поймают. Хозяин магазина жмется. Но если нам дадут толкнуть товар прямо с корабля, все будет нормально. У меня тут друг. Он уже много лет прикрывает черные рынки и в Карнаке, и в кулерах. Так что, никакого риска. Как долго зовут? Я тебя понял. Давайте пошаримся здесь. А вдруг все интересное. Загляну. Так, минуточку. Ключ у кого-то из вас? Ну, убивать-то я вас не хочу. Убивать-то я вас не хочу. У этого деньги есть. А что если мы... Или попробуем в замедлении времени не задушить их? Минуточку, а как это будет работать? Давайте рискнем. Я не успею второго задушить, да? Успею. Нормально. Значит, замедлялки времени хватает ровно на то, чтобы задушить двух людей. Обобрать монетки. А ключа у вас не было, что ли, ребят? Печально. Может мне в таракана превратиться в какого-нибудь, кстати. Сюда можно попасть только с ключом. Давайте я попробую. Может, я ключ подобрал абсолютно случайно. Ключ от корабля доставки. А что у нас там вообще такого ценного? А-а-а. Минуточку. Аудиограф? Дротики, рога вот эти. Записка. Записка. Ты, может, встанешь, Паша? Там кто-то мурлычет себе под нос, что ли? Там в трюме кто-то есть? Ну, это интересно. Ну, поскольку корабль явно не затонувший, то попасть мы туда сможем исключительно через ту дверь. Я делаю вывод. Ладно. Значит, без сознания. Без сознания. Отлично, ребят. Лежите. Может, вас в сторонку куда-нибудь-то отнести, а? Чтобы сильно в глаза-то не бросались. Полежи вот здесь. Понял, понял, понял. Там кто-то есть? А-а-а, это торговец. Извини, чувак. Извини. Я могу поговорить с ним? Вся эта пыль с рудников. Они увеличили добычу. Да. Давайте я пока похожу тогда без оружия, в самом-то деле. А вдруг... Я у тебя еще и кассу стырю. Извини, но так это... Дверь заблокирована. А-а-а! Эти солдаты уже сходу враждебные. А зачем я здесь? Залазь ей эта квартира. Погодите, а зачем я здесь? Просто прятаться? Pay what you... Что? А, заплати то, что ты должен. А, это деньги. Тут просто тайник, что ли? То есть... Блин, я думал, может, проход какой-то. Ладно, в пяточку. Я не уверен, что я хочу этих солдат щадить или что-то такое. Хотя, ну, с другой стороны, они вроде как тоже не особо виноваты. А те, которые во дворце, те уроды. Тех я буду убивать. Карта. Карта. Хорошо. Хорошо. Я вас понял. Мы сейчас... Мы сейчас в единичке, да? Там, где бухта. Ага. Ага. Да, вон причал. Вон там, вон, в заливе в этом лодочка. Да, я ее все равно не запомню. Ну, ладно. Угу. 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 Ульвар Равина. Ну, или Равина. Все-таки, мне кажется, Равина. Давайте я от усиленных немец сразу поизбавляюсь. Ничего тут не выпало полезненького. Давайте и старый тоже поразбиваем. Из них бывает выпадают эти... Ну, не камушки. Хотя, камушки. Меночку. А вот эта штука... А-а-а-а. Маяка переносного у нас больше не осталось. Я как раз хотел спросить, а у нас переносный маяк остался? Нет, фиглюшки. А резкость где? Резкости нету. Спасибо. Спасибо, я оценил. Труп попрошайки. Кремируем. Ты не загорелся? А так? Или трупы уже не горят? Это только живые люди загораются, да? Это интересно. Так. Меня вот что еще волнует. Как бы нам восстановить манну, не сжирая зельку? А? Никто не знает. Ну, я так понимаю, что там есть амулеты, которые будут... Вон там... У нас была же такая фишка, что съедание крыс восстанов... А, прям здесь уже? Я что-то думал, что 100 метров это дальше. Всякие зельки, всякое то-то-сё... Ну, не зельки, в смысле крысок, поедание крысок будет нам восстанавливать. Все, но я что-то... Блин, я давно не смотрел на свои амулеты. Может быть, стоит это сделать? Может быть. Может быть. Кто знает. А зачем я здесь? То есть здесь... Вот зачем я здесь? Я все понял. Локи тут у нас очень большие. Как вы видите, на локацию со Стилтоном у нас ушло... О, труп. Ушло очень много времени. Не потому что это... Ну, как бы это неплохо, а просто интересно. А, и здесь можно... Здесь можно выйти к Уинслоу. Там у нас ребята. Не очень дружелюбные. Так, давайте я пока тут... На корточках побегаю. Это я заберу. Хорошо. Туда можно попасть. Ну, вот через эту же комнату может попасть. Все нормально. А тут есть еще... Это не тот же самый Рогик? Просто два тут было, да? Хорошо. Где? Вот он. Отпусти. Первый раз, блин, за всю игру сработала механика вот этих тисков. То есть они просто существовали, эти тиски. Но здесь, ребят, какие решили... О, давайте-ка они здесь будут что-то, на самом деле, зажимать. Так. Окем. Это окошко было не бесполезным. Что такое? А, китовая кость. Костевая кить. Давайте осмотримся слегка. У нас есть... Вон тот балкон, можно залезть. Му-му. А что, сколько у нас усыпляющих? Четыре? Вон офицер. Давайте вот сюда вот через караулку и попробуем туда добраться. Мне кажется, это должно сработать. Я не хочу бутылку жрать, поэтому я подожду, пока у меня восстановится тэпэшечка. Телепорташечка. Нам, в принципе, туда, к Большому дворцу. Значит, вся вот эта территория у нас сейчас для исследований. Так, так, хорошо. Иди сюда. Так, что у нас тут интересненького? В основном деньги. Это бонусные локации для денег. Филин. Привет, чувак, давно не виделись. Это очень распространенная тема тут среди жителей. Минутку. А, если руны, значит, там алтарь, скорее всего. Вот в чем фишка. Да, точно, точно, точно. На алтаре же нам дают две. Поэтому, если он говорит руны, то, скорее всего, мы приближаемся к алтарю чужого. Вот такое ощущение, да? Хилочки. Ну, хилочки мы особо-то не сильно тратим, поэтому они не особо-то сильные уходят. Ага, это в этом доме. Тогда подождите. Так, блин, что ты берешь? Возьми ты пашечку. Газетка. Кстати, свежую газетку. Мы не читали. Серебряный шип. Чужой среди нас. К бесчисленным обвинениям в адрес герцога бесконечно штампующего законы и указы редакции Серебряного шипа может добавить еще одно. У вашего любимого редактора есть друзья, неплохо разбирающиеся в оккультных материалах. И вот, что мне сообщают. Похоже, в Южной столице еще не все забыли о чужом. Доказательство тому, многочисленные алтари, сооруженные в его честь, многие из которых стали вновь использоваться по назначению. Легендарный персонаж все еще ходит среди нас и собирает обильные приношения. Кто-то оставляет на алтарях разбросанные по глухим закоулкам карнаки, костяны, амулеты, а на следующую ночь эти амулеты исчезают. Потому что я их тырю. Ладно. Просто верьте своим органам чувств. Разве вы не ощущаете его вкус в иссохших больных крабах, которые вы варите на ужин? Не слышите его голос в жужжании трупных ось? Как еще объяснить свалившуюся на карнак убедствие? Убийство на улицах и расстрелянные команды? Ну и времена. Поверьте, пальцы мои дрожат, когда я пишу эти строки, но я буду продолжать ради всех вас. Никому не попадайтесь на глаза с этой страницы серебряного шипа. Сожгите ее после прочтения и съешьте всю газету при приближении смотрителей. Если ты начнешь жрать газету при приближении смотрителей, они явно тебя запалят. Ну это... Блин, к бабке не ходи. Какой? От квартиры... Ключ от квартиры Петролини. Блин. О, кстати, это была денежка? Нет, это был инжир. Я охотник на инжир. Я тут прям его запалил с километровой дистанции. Ну, хорошо. Мы попали в твою квартиру, чувак. И, в принципе, ключ-то нам... Вы хотите сказать, он нам нужен, чтобы выйти отсюда? О, вот эти томики выглядят так, как что-то, что можно прочитать. Ну, допустим... Тут все. Давайте я, наверное... Мне бы на ту смотровую вышку попасть, кстати. И вот эту вышку отключить. И тут много чего надо сделать по-хорошему. А что, если мы пойдем... Вон туда? Минутку. Руны у нас... Туда нам пока не надо. Руны у нас там. Сюда можно попасть. А вы кто? Ого. У нас есть вот этот дом. У нас есть вон тот дом. Давайте мы, наверное, сейчас степешнемся в этот дом. Посмотрим, кто у нас здесь. Спасибо. Не посмотрел. Блин, это было обидно сейчас. Нисколько много жизней забрало, сколько просто тупо обидно. О, наконец-то этот пузырик манны. Стенающий болты. Блин, не знаю, вся эта фигня со стенающими болтами, пугающими, орущими, визжащими. Но это все для стелсового прохождения. У нас тут, как вы понимаете, стелсовым прохождением-то и не пахнет. Мы просто идем. Кто тут дурака валяет? Никто? А, это я сам заметил. Так. Боссы, берегитесь. Когда... Когда нас имеют нас становится больше. Это была, кстати, вторая ловушка. Первая ловушка, скорее всего, стояла вот здесь у нас, да? Вторая ловушка. А тут больше ничего и нету. Вроде как нету. Теперь. То есть это было для одного балкона, для другого балкона. А кто вы такие, мне интересный? Какие-то музыканты, кстати. Мне вот в этот... А, это с этого балкона я тогда выглядывал или нет? Я сейчас на секундочку гляну. Если это та квартира, я хочу убедиться. Может, потому что это, возможно, не та квартира. Это... Да, ключ от этого... Да, это та самая квартира, только с другой стороны теперь. Элисон, я отнесу немного похлебки из Миноги своей кузине. Она уже два дня сильно кашляет. Если тебе нужно здесь переночевать, у тебя есть ключ, и ты знаешь, что тебе тут всегда рады. Будь умницей, не клади на постель свои грязные сапоги. И вернусь завтра утром с пирожными. Какая-то девочка или девушка, и у нее есть ключ, и она об этом знает. Но мы побывали с той стороны, внутри квартирки этой мы побывали, и в принципе, вроде как без проблем. Я сейчас вернусь туда наверх, и я хочу посмотреть, куда это идет. Если просто на улицу, или там есть еще какие-то двери. Наверное, тут все. А здесь у нас просто выход на улицу к гвардейцам. Да. Все, до свидания, гвардейцы. Мне нужно будет или кого-то ударить, или что-то схавать, чтобы хп-шку восстановить. Но пока не все так плохо, поэтому я не буду сильно переживать по этому поводу. А то, а то. Кстати, красиво поют. После чего. Мне нужно попасть в... Нет, не в этот дом. Куда мне нужно попасть? Вот сюда мне нужно попасть. Вот алтарь. Нам сейчас чужой еще поведает о парочке вещей. Здесь у нас также китовая кость. Здесь у нас... Отрывок из записи известного еретика, отобранных перед казнью. Для большинства чужой не более чем детская сказка. Цель которой внушить страх перед мирами за пределами семьи, общины. Когда я был ребенком, мы с матерью постоянно переезжали из одного города или порта в другой. Неделями жили в лесу и всегда за нами по пятам следовали проклятые смотрители. Перед сном она рассказала мне о своих снах, о пустоте, в которой она слышала шепот чужого. С каждым посещением его мастерство... С каждым посещением ее мастерство росло и она уже умела смотреть глазами мотыльков и снаружи открывать дверные и оконные засовы. Я найду эту пустоту. Ключ от ворот бездны каким-то образом попадет в мои руки. Со временем я раскрою этот секрет и он призовет меня, как призвал ее. Можете считать меня еретиком за мои исследования. Можете бросить меня в каменный мешок, связать мою плоть и отдать под суд, как отступника, сжечь мое тело дотла. Но я не прекращу искать то место, о котором рассказывала мать, а в этом смысл моей жизни. Ну привет, чужой. Давай, рассказывай. Итак, ты в сердце столицы. Это дворец куда роскошнее, чем тот, что ты помнишь. Но он новый, потому что да. Что, ностальгия? Да ну так. Будешь теперь тосковать в данном Оле, если ты навернешься. Спасибо. Ты видел страдания, разруку, но, дорогой мой, шевельнул бы ты хоть пальцем, если бы Эмили не грозила беда. Скажи мне. Вот-вот, Корва, я тебе про то же. Я знаю, что тебе нужно. Сердце, которое ты держишь при себе, может хранить только одну душу. Так что, если хочешь вместить сюда чай с Далилой, готовься чем-то пожертвовать. Вот о чем бывшая говорила, я понял. Я понял. В этом, в искусственном сердце сейчас заключена его бывшая, Жасамина. Вот. И если мы захотим унести чай с Далилой, нам с Жасамини придется дать пинка под задницу, наконец-то. Записи старого резчика амулетов. Десятые месяца дождя. Я нашел на улице мертвую морячку. Оттащил ее в переулок, чтобы обыскать. Не знаю, кто ее убил, но точно не грабители. У нее в карманах было полно монет и разного добра. Самое лучшее. Два отличных куска китовой кости. Я хорошенько смочил их ее кровью, как показывала мне мать на черном амулете. А. А это... Ну ладно, может это тот же чувак, который... Двенадцатые месяца дождя. Я вытащил черный амулет и повесил на шею прямо промеж сосков. Ого! И стал резать по одному из кусков китовой кости той морячки. Он там... Он сам просился в работу, даже чересчур. И я с ним разговариваю. Успокаиваю. Потерпи, говорю. Тринадцатые месяца дождя. Когда этот кусок... Кусочек китовой кости успокоился, я вырезал на одной его стороне проклятие, а на другой искушение. Ушло немало времени. Этот черный амулет... Показал с чертов. Этот черный амулет моей матери заставляет их работать. Когда я работал, он потеплел и начал петь. Этот новый кусочек китовой кости, он особенный, сильный. Я за него выручу неплохие деньги на улице или у катарбаниста. Пятнадцатые месяца дождя. Мой амулет готов. Он принесет игроку несложных... А, неслыханную удачу. Хе. Тот всегда будет выигрывать, но за каждую ночь, проведенную за игорным столом, будет платить свою цену. Его глаза будут понемногу мутнеть, пока не станут, как вареные яйца. Удача в обмен на слепоту. Учитывая, какие сделки тут совершает Корва, то... На что я должна жить, если я не заработаю? Логично. Так, получается... Открывай! У меня есть кот, но он на корабле. Либо у вас есть кот, либо вам здесь не место, и никаких исключений. У меня приказ. Открывай, сука! Это ключ. Не открою. Вы зря теряете время. Ты зря теряешь время. Это ключ от корабля? Посыльная! Вот кот от ворот в переулок. Не забудь пароль. Не то я не открою черного хода. В следующий раз швартуйтесь в другом месте. ты привлекаешь ненужное внимание. Гвардейцы удвоили патрули по приказу герцога. Так что у нас соблюдает осторожность. 513. Вход Нежи. Ключ от корабля! Да, это то, что нужно. Что это было-то? Что произошло? А, это, кстати, черный рынок. Но там чувака что-то бомбануло немножечко. А, давайте вернемся на корабль аккуратненько. Если я сейчас найду это место. Я очень надеюсь, что найду. Подумать только, а ведь мой отец и дед были приборными шляпниками. Ну да. Прошляпил ты. Молодец. Что там было? 500 что? Погодите. Находки. Ключ от входа. Записка. Нет. Нет. Блин, да ладно. Записка старого резчика, амулета в старые дни. Дневник, карты, да-да-да. Ладно, надеюсь, что это 513. Если я правильно запомнил. Блин, надо ближе стать. Это не видно нифигище. Да, это 513. Окей. Память мне не подкачала. Тут ловушек-то не будет, надеюсь. Ага. Сейчас получится. Погоди. Что-то там у кого-то не получается. Погодите. Ну что там у кого не получается, ребят? Папе хер чужого. Вы играете? Я вас понял. Откуда я пришел? Какое-то движение. Нет, чувак. Блин, у меня ни на что не хватает, да? Так, иди сюда. Да вы ж ничего не видели. О чем вы? О, там записка, кстати, висит. Я не заметил. А, что? Стража, люди! Эй, кто? Вот это бесит. Просто неимоверно то, что он не душит сразу. Ну почему уж так-то до сих пор? Стража-люди. Люда-стража. Так, не забывайте, после каждой доставки закрывать с собой ворота. Если вам нужен код, обратитесь ко мне или к Колосу Молетто из компании Сейфи Винслоу по соседству. Рикардо Молетто. Так, ну код-то мы уже достали. Мы вообще пошли через задницу как-то. Но главное, что получилось, правильно? Главное, что получилось. Ага, вон этот. Никого, никого. Сейчас этих ребят я, наверное, все-таки передушу. Мне кажется, это будет более справедливо. Потому что они просто дежурят на улице. Хоть и в плохой обстановке все дела, но они просто дежурят на улице. Так что фиг с ними. Ты, погоди, 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 блевать. Нам сюда нужно дойти до уголочка. Блин, опять бутылку придется жрать. Ах, чтоб тебя. Финики. О, кстати, финики, да. Но минус два. Может, того чувака как-то... Я не знаю. Там третий. Я видел просто третьего охранника. Его нужно будет как-то душануть аккуратненько. Я не хочу дротить. Дротить. А. Денежка я ваше позабираю, ребят. У вас тут были какие-то азартные игры. Это вредно. Вон третий. Блин, я не знаю, насколько он мне нужен. Но только мухей смрад. Уже дышать нечем. Я сюда вообще пришел через... Через вот эту хату. Давайте я через нее и пройду дальше. Ну, не дальше, в смысле вернусь к лодке. Чтобы не обходить, я не помню другого пути. Я приду тем путей, той путей, которой я пришел. Тут можно было вот так забраться. Кстати, тогда такой вопрос. Реально ли было бы это все? А этот... А, вот! Тут проход. Я понял, как он идет. Я понял. Надо у тебя тоже, конечно, лючек подрезать. Я потому и забыл, как туда добираться. Потому что проход такой непонятный немножечко. Ладно. Тут было два стражника, да? Но к лодке нам вот сюда. Все, отлично. Главное, мы получили ключ. Давайте я обязательно им воспользуюсь сейчас. Это важно. А почему здесь открыто? Позвольте поинтересоваться. Офига ли здесь открыто-то? Ребят, ключ-то у меня. Внимание, судовладельцы. Настоящему извиняю, что ваш груз... Ах, вы ж твари! Конфискован гвардией за неуплату портового сбора и иных задолженностей. Если решите заплатить, то найдете меня в моем и моего сотрудника в квартире сразу перед пропускным пунктом за световой стеной. По пути к большому дворцу ищите приметные манекены на балконе. Советую поторопиться. Через несколько дней ваш товар будет продан для покрытия наших расходов. Капрал. Этих я убью. Вот этого вот Капрал и всех, кого я там найду внутри, я их просто убью. Я ходил за ключом. Я возвращался. Я выполнял чертов квест, заразы. И вы мне сейчас вот так вот говорите запросто, что типа... Ну, мы все конфисковали. Тут все, больше ничего нету. Где-то мои глаза... Все, тут ничего нет. Вообще ничего нет. Так, сразу за световой стеной. Ну, за световую стену нам, наверное, пока что еще рановато. Давайте мы... Куда мы? Куда мы? Мы, наверное, сейчас сходим... Световая стена у нас там, да? И она же у нас проход куда надо, что говорится. Кажется, там что-то есть. Ага. Два раза тебе... Креститься надо, когда кажется. Б. Так. Пойдем, чувак. Тебе нужно отдохнуть, ты переутомился. У нас хватит на второй захват цели, я так думаю, да? Да, на второй захват цели нам тоже хватит одной бутылочки. Отлично. Красть у тебя нечего. Стелсить. Стелсить. Что? 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 меня спалил то я не понял что-то я вот сейчас вообще этого не осознал что произошло я просто перелез через какую-то фигнюшку и меня спалили каким образом ходу даже на третий захват может схватить так все спите ребят успокойтесь все нормально в пяточку кто и как меня запалил а вон чувак идет еще интересно кто это был ты меня не успел заметить там еще один а тут у нас а тут сейф кстати дверка от сейфа неплохо минус 3 все короче одна банка у нас на три вселения да да хорошо суперски ага у нас есть в этом здании где-то амулет что не спалил я не понял башня твою за ногу световая башня так хорошо я же думал надо ее вырубить ладно возможно это были те самые ребята который так где у нас там были вот эти штуки вот этих ребят надо убивать короче до свидания монеты так трубчик еще один трубчик вот он горожанин но этот горожанин явно не зря здесь тусил кровь дома обели глава четвертое вступление настоящих глава посвященная эдифии обеля приговор правительница кулеров с мечом в руках пересекла она пресекла на разбойничьи набеги и положила жизнь свою за сирконос мы сообща сообщим недавно открыт мы сообщим недавно открытые сведения о подвигах роб робиноса абеля что построил разные резные деревянные мосты сагунта блин слова слишком сложный ладно мы покажем на карте как расширялись территории под властью династии абеля благодаря чему были приложены торгов проложены торговые пути на других островах что принесло богатство сирконосу даже с увеличением притока поселенцев на сирконос сморли герцоги абеля не делали не дали исчезнуть сирконосской культуре в следующих главах мы поговорим мы подробно опишем период теоданиса абеля истинного сына сирконоса храбрый и великодушный объединил он восток с западом чего никому не до него не удавалось даже строптивый народ бастилиона присягнул ему на верность так остров стал единым целым под властью дома абеля наконец мы расскажем о луке абеля нынешнем правителе который любит пиры и всяческие развлечения несу несущие радость нашему прекрасному острову так хорошо по моему мы это читали кстати ну ладно где мой груз твари вот что мне интересно кстати я пульку то потратил надо бы пульку вас забрать покушаю это же были вы или это были не вы или это было за минуточку она говорила перед световой стеной лиза световой стены потому что если за то это были не вы ну ладно левая рука какая у вас должность я левая рука этого чё горожанин труп но он полнейший труп тут что ничего нету что ли но тут тоже трупешник которого ничего не взять а зачем тогда это место просто послушать что они триндят почитать да ладно о там наверху много интересного надо бы навестить сходить тут ничего 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 пойдемте интересно еще кто-то будет или нет а ага а тут у нас по звуку амулет вот это хоп-хоп умничать послышалась или нет так руна значит амулет в соседнем где-то здании руна вон там через дорогу а вон там где мельница все я понял амулет тогда где и меня тут не увидишь блин надо амулет как-то добираться надо будет посмотреть как до него добираться да иди ты задницу 4 вога надо вырубить это говно но мне короче раздражает гудит пердит свистит записочку о записочку мама пожалуйста не сердись и выслушай меня я знаю это ты приходишь ко мне домой наводишь порядок я уверена что ты хочешь как лучше но прошу тебя перестань я сама приняла решение переехать в пыльный квартал так будет ближе к тем кто нуждается моей помощи и по другим причинам но я не хочу не говорить чтобы тебя не расстраивать в любом случае и не вернусь в дворцовый квартал я поручу кому-нибудь продать мою квартиру вместе с мебелью знают и не такого будущего хотела для меня на это какая какая есть не трать время на сватовство и не собираюсь замуж и совсем не жалею не желаю тебя огорчать постарайся понять с любовью люсия хорошо железяки прочь с улиц карнаки опасайтесь странных звуков похожих на лязг заводских машин возможно через несколько мгновений вы встретитесь с последней разработки нашего великого изобретателя кирина джиндыша мы это читали и меня крайне огорчает что я сейчас нашел эту записку потому что возможно так я собственно и не бегу дружище то . я убил ногой вы хотите сказать прибежали на свою голову а это вас вот это вот шайтан машина подставила если чё блин дайте ты в задницу нет я надо я надо разбирать еще кого-то мне пришлешь сюда отвернись так ты прибежишь не прибежишь блин мне пришлось двоих человек человек убить все из-за этой чертовой машины я не знаю что он сюда идет пофиг так на это нам не хватит я все как-то жлоблюсь потихонечку сожрать банку наверное стоило бы это сделать я что-то не долетаю черт побери на а а теперь долетая блин все равно пришлось банку сожрать нет я не хочу перепрограммировать я хочу сделать вот так вот это опасно так ладно значит амулет у нас где-то вон там наверное да если я зайду да он будет вон там а вот эту штуку давайте я сначала схожу сюда перенаправлю заберу заодно я зачем прячусь чувак но тебе хана потому что давай я восстановлюсь твоей помощью немножечко ну в принципе да то что меня покусали я себе и вернул хорошо записочка дорогой альфред я получил книгу отличная охотка должен сказать что у меня есть сомнения в исторической достоверности повествования нож даунвола испытывает угрызение завести после убийства деспотичной джесамины я пишу это письмо но поглядывая на портрет дауда полагаю он всегда был уверен что сама судьба направляет его руку твердую и безжалостную как бы то ни было книга написана очень увлекательно так что благодарю еще раз продолжайте высылать мне любую информацию в этой таинственной личности которой мы оба восхищаемся ваш друг клаудио а это наверно сама книга дра так из дешевого романа нож дауда дауд смотрел а нож даунвол нож дауда дауд смотрел на клинок все прошло как по маслу даже лучше чем можно было ожидать сущности слишком легко но теперь когда все было позади он ощутил пустоту внутри и ничего в мире не могло ее заполнить он с пугающей ясностью вдруг осознал это билли крикнул из соседней комнаты билли крикнул из соседней комнаты босс оставь меня я плотно захлопнул дверь чтобы больше ничего не слышать он верил ей больше чем прочим но сейчас ему было не до разговоров стирая кровь с клинка он взглянул на пятна на одежде королевская кровь но выглядела она точно так же как любая другая разве высокие и могущественные не должны быть заполнены чем-то особенным чем-то лучшим дауд почувствовал усталость никакая кровь не смогла бы изменить его чувств он редко пил спиртное и секс никогда его не интересовал он был измотан и ничего не мог с этим поделать но на его лице появилась едва заметная улыбка нож даунвола и вдруг измотан что-то еще он же что же он чувствовал он взглянул в глаза джесамины колдуин в тот миг когда жизнь покидала ее и в тот самый миг его посетила мысль он совершил ошибку его обманули бесполезные мысли она все равно уже мертва сожалеть об этом или нет но он увидел свое истинное лицо но отраженное в ее глазах увидел свою сущность незаметный убийцы невеликий творец истории а всего лишь очередная пешка в непостижимой игре кстати дауд да это он давайте сюда поклонники дауда ну так уж тогда нужно для справедливости добавить что я его не убил в прошлый раз и он таки да сожалел о том что он натворил так что пожалуй я в это поверю еще одна очередная руна появилась у нас с чем я нас и поздравляю получается мы здесь нашли уже три руны это просто суперски а а а блин это было тупо сейчас нам надо высший пасх похоже вот выше подняться можно отсюда да а там кто-то есть и интересно их там двое или как блин ну зрение абсолютно бесполезнейшая штука так хорошо допустим их там двое если их там двое но мне все равно придется банку пить хотя вот на вот это на вот это мне и придется банку пить давайте в пяточку офицера мы утащим сейчас а чувак пусть наслаждается игрой дальше сам с собой ты же конечно не заметил что твой напарник свалил а и прикиньте нам хватит на второе вселенное сейчас посмотрим нужно ли нам это будет вообще потому что он вроде как к нам спиной если тут нету третьего я надеюсь что нету тогда все хорошо тогда мы делаем вот так и отбираем его так это у нас не пробивается хорошо меня в принципе тогда все устраивает даже пульки есть которых мне не хватало которые парочку потратил все нормально мы здесь что мы здесь отключаем мы здесь отключаем значит делаем вот так световая стена перестает существовать отлично хорошо нам нужно 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 нет погодите минутку он говорил что по-по-по-по-по-по-по-по-по кстати вон еще охранник мы еще на черный рынок не сходили нет подождите рано нам за стену давайте мы вон туда вон сейчас конечно сходим потому что это нужно там находится еще один амулет ай блин зачем я так делаю нет восстанови там находится еще один амулет и нам нужно будет еще сходить в магаз еще понять как какой тот самый магаз проникнуть если че да тут у нас панель для перекодировки но перекодировка нам не нужна поскольку мы отключили просто стену и можем пройти туда абсолютно безвозмездно к большому дворцу так стражник у нас был там с той стороны тут тоже у нас для перекодировки ммм да 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 рядом скорее всего на этаж выше нас или ну наверное на этаж сейчас посмотрим давайте поднимемся и в пяточку соберем в этой локе все чтобы ни о чем не сожалеть все таки на два этажа тут нет входа ну то в принципе ладно тут кто то есть или кого за стеной да вот он в двух метрах прямо жжется хорошо значит господин марлета по распоряжению герцога Луки Абелле по соображению безопасности как и во всех домах с балконами выходящими на бульвар Равина и на недавно установленную световую стену вам надлежит немедленно по получению данного предписания обеспечить доступ к вашей квартире на неопределенное время кроме того вы обязаны предоставить запасной ключ от магазина чтобы гвардия имела неограниченный доступ к вашим ваше помещение в любое время этот запрос вызван суровой необходимостью и желанием остановить остановить всякого кто пожелал бы обойти световую стену как директор компании сейфы вы несомненно войдете в наше положение надеемся будете не будете задавать вопросов и чини препятствий то есть я не смогу сюда зайти требуется ключ где я могу получить этот ключ давайте подумаем давайте подумаем он должен быть у кого-то из вояк вояк мы всех обыскивали возможно да а возможно и нет тут у нас были вояки давайте я сейчас быстренько вернусь обыщу их где вы все тут так тебя ничего нету ничего нету ничего нету вояка у нас вон там он ходит кстати но вряд ли у него он какой-то вообще левый но давайте посмотрим и также у нас еще какой-то ну типа центрального помещения там люди висят если еще зависают так пяточку нужно вот это вот да вот этого вот вася пойдем пообщаемся у кого может быть ключ проникну это я и так проникну мне же надо не для того чтобы проникнуть за стену а для того чтобы попасть в квартирку с сейфами и с этим с амулетиком ну ну естественно у него тоже нифига не было но потому что он вообще так ладно черный черный рынок на черный рынок ну 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 хорошо б о а тут а тут мы не были а это у инслоу сейфы у инслоу да сейфы у инслоу так хилочка ключ от квартиры торговца ну блин это было очень просто ну как бы ладно дорогой брат ты серьезно как ты можешь заниматься сейфами и хранилищем если не способен запомнить три простые комбинации цифр я поставил на ворота в переулке код твой день рождения а ты решил что это годовщина свадьбы я установил годовщину твоей свадьбы а ты решил что это возраст деда и установил возраст деда а ты решил что это адрес мамы интересно какие комбинации ты рекомендуешь своим клиентам удивительно что кому-то в этом городе удается закрыв твой сейф открыть его снова и так ты мне не оставил выбора вот код от ворот цветными чернилами а они нынче дорогие 513 но мы это уже выяснили спасибо когда пойдешь в мой магазин возьми записку с собой и я ее сожгу нет я не хочу оставлять ворота открытыми потому что не потому что не хочу чтобы кто-нибудь совал свой любопытный нос у маленькой дельце рикардо ну спасибо блин но этот код мы уже получили дважды и к тому же в этот же переулок мы попали вообще не по коду ну это это вариативность прохождения и это круто раз уж на то пошло неплохо попробуй меня открыть говорит нам там записочка я не заметил господин марл это по распоряжению герцога луки а белли по соображениям безопасности как и вход так это кстати было это та же как та же записка которая и в квартире давайте мы тогда приветствую вас в самом престижном магазине сейфов карнаки а это ты к тому же да я тебя тоже приветствую я у тебя ничего не разбивал ничего нет я только забрал записку не записку а ключ в смысле так давайте мы тогда быстренько говори с ним я не знаю есть ли смысл с ним говорить не следует этого говорить но кузен герцога заказывал сейф у меня я понял отлично давайте сбегаем к нему в хату тут у нас еще конечно черный рынок и кстати а на черный рынок нам не сюда случайно тут у нас еще какое-то местечко местечек дофига мне это очень нравится локация очень такая обширная и широкая и обширная поюса ногу поторопился все я понял где я оказался они там поют у них все хорошо нет ребят давайте закончим серию здесь потому что мне кажется что тут нас задерживает сейчас только черный рынок и потом мы пойдем через квартиру дальше и все будет нормально и нам тоже нужно будет посмотреть балкон с манекенами в общем то все давайте время у нас уже подходит поэтому заканчиваем здесь соответственно увидимся в следующих сериях посмотрим что будет дальше вот эти последние локации ну вот со стилтоном и вот это я чувствую она очень большая и наверное последняя соответственно тоже будет большая ну это еще это еще не последние а Белли тоже не последние так что у нас есть еще с вами время это к размышлениям о том сколько еще осталось серии я думаю у нас еще хватит ладно ребятушки все на этом все увидимся в следующих сериях спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а и Субтитры подогнал «Симон»